И еще раз добрый вечер, дорогие друзья! И сегодня хочу зацепить еще одну тему с разных сторон, ее посмотреть. Может быть больше с чувством юмора, но в принципе, опять-таки, она заставит вас подумать о определенных шаблонах, представлениях и жестких-жестких убеждениях, что в этом мире хорошо, что в этом мире плохо. Я вообще против всяких убеждений, я вообще против всяких программ. Я за место свободное на дисковом пространстве. Сегодня мы поговорим о матах. Вот казалось бы, очень плохо, когда там человек ругается матом, но не воспитанным, не культурен, можно уже осуждать. А я предлагаю подойти достаточно структурированно и рассмотреть вот эту тему немножко под другим углом восприятия. Давайте возьмем наш дорогой русский язык и посмотрим основные корни, которые есть в матах. Я буду писать только первые буквы, да, а вы остальное допишите сами. Вот слово, начинающееся на букву Б и заканчивающееся на мягкий знак, обозначающее молодую женщину, гулящую, распутную и так далее. Второе слово, второй корень, который есть в русском языке, оно начинается на букву П и заканчивается на букву А и обозначает женский половой орган. Третье слово, которое, ну, логично здесь упомянуть, это опять-таки на букву П и заканчивающееся на букву Р, и оно обозначает мужчину нетрадиционной ориентацией, да. Когда-то еще не было ЛГБТ, и вот мужчин называли немножко по-другому в русском языке. Четвертый корень, который есть, ну, знакомый наш из трех букв, с буквы Х начинается, и есть у нас глагол, который обозначает процесс занятия сексом, любовью, еще что-то, начинается на букву Е и заканчивается на мягкий знак. Итак, я написала пять основных слов, которые я вспомнила, и вот эти слова в русском языке существуют, и давайте мы на них вот просто возьмем вот так и со стороны посмотрим, да, что же они значат, к какой области они относятся. Смотрите, господа, все очень просто. Как только вы вышли из игры, из осуждения, да, из непринятия или еще из чего-то, мозг включается, и вы начинаете целостно смотреть на процесс, и вы видите, что все эти слова относятся к половой системе и к процессу размножения, да. Так или иначе они затрагивают нашу половую сферу, а не так или иначе затрагивают нашу первую, первую самую сильную по энергетике чакру, да. С нее начинается подъем энергии, если вы помните. И вот оказывается, что в нашем теле есть такая штука, как секс, который в нашем обществе как бы табуирован, у нас же вообще в Советском Союзе еще секса не было. И получается, что у нас, у людей очень много в системе ценностей есть убеждений достаточно негативных, непроработанных по сексу, и люди очень часто себя ограничивают в нем. И именно у людей, у которых есть проблемы на сексуальной почве, ввиду того, что есть искажения в программном обеспечении, будут резонансные реакции на маты. Например, вы идете по улице, и кто-то выругался. Вот мне, например, пофиг, выругался он или не выругался. Я на это не обращу внимания. И вообще в моей жизни встречаются люди, как правило, ругающиеся матом с чувством юмора. Поэтому вот так, чтобы кто-то зло где-то выругался, я такое практически никогда не встречаю. В прошлом когда-то было, когда на сервисе работала, а так сейчас нету. Но есть люди, которые умудряются словить негативный мат в свой адрес или к другому человеку отреагировать на него негативно и считают, что вся молодежь там плохая, ругается матом. Понимаете, вы встречаете таких людей, потому что у вас есть программы, потому что у вас есть состояния, которые откликаются на эти программы, и эти состояния выдают в эфир частоту, которые говорят, я вызываю такого человека, чтобы он проявился в моей реальности и показал мне, подсветил, что у меня есть эти программы, которые мне надо удалить. Вот так это работает. Если вы удаляете программы, ограничивающие, связанные с сексом, ваш секс становится на порядок лучше, господа. Это одна сторона медали. И вот казалось бы, можно было поставить точку и сказать, вот все, мы пришли к сексу, и мы уже узнали, что если мы проработаем какие-то ограничивающие убеждения, и резонансные вещи из нашего тела уйдут как блоки, как отклики этих программ, наша энергетика поменяется, и у нас все будет прекрасно. Давайте мы зайдем теперь к мату с другой стороны. То есть у любой медали есть всегда две стороны, право и лево. Заходим с другой стороны. Вы замечали, когда вы ругаетесь матом, энергетика меняется. То есть у человека, на которого вы вырвались матом, четко изменится состояние, обязательно изменится состояние. Он не относится. Вы просто придете в какое-то общее резонансное состояние, базовое, как только одна фраза пройдет в мате, в зависимости от того, в каком состоянии вы находитесь. А теперь заметьте с другой стороны. Эти слова ведь действительно энергетически очень сильные. Вот подумайте только. Например, пример из моей жизни, когда механик в контейнер для гарантийных запасных частей вместо снятого вентилятора с машины кладет вентилируемые тормозные диски. А заводу надо предъявить вентилятор. Я могу прийти, конечно, к нему и сказать. Уважаемый Петр Петрович, вы случайно или намеренно, я не знаю с какой целью, вы положили мне два тормозных диска, пусть даже вентилируемые, вместо одного вентилятора, который вообще к тормозной системе не имеет никакого отношения. Возможно, имеет смысл, чтобы вы сходили и поменяли запчасти, иначе я буду рассматривать это как воровство. Представляете, сколько слов, да? А приходишь на сервис и говоришь, Петрович, твою мать. И даже первое слово упоминать не надо, которое матное, да? И Петрович в течение пяти минут приносит нормальный вентилятор. Смотрите, какая экономия с точки зрения слов. А это значит, что вот эта вот фраза содержит энергию всего того обсца. Классно? Классно. А теперь рассмотрим другую сторону миндали. Еще дальше пойдем. Берем шкалу Хокинса, шкалу состояний. Помните, у нас есть любовь. С любви у нас энергия качается в верхних состояниях вверх, на материализацию. А в нижних состояниях она качается на разматериализацию. Приходите вы злой к Петровичу и говорите. И что вы делаете? Вы берете вот весь этот объем, да, энергии, и тупо бьете в тело человека. И вы раните человека. Конечно, на автомате ваше состояние сравняются. Петрович станет таким же злым и отреагирует к каким-то низкочастотным состояниям. Возможно, обиды, вины, еще чего-то. Но он по частотам, даже если он перед этим стоял, сменялся, радовался жизни, после того, как вы на него так выругаетесь из плохих, неправильных, из низкочастотных состояний, вот, Петрович тоже станет в низкочастотном состоянии. И вы будете оба вонять. Если вы приходите к Петровичу и все то же самое, говорите с любовью и радостью. Как реагирует Петрович? Несет ту же самую запчасть, при этом улыбается и радуется. Информация донесена и сработала в плюс. И вот оказывается, маты могут перекачивать энергию. Они же очень-очень энергоресурсны. Очень-очень энергоресурсны. Они могут перекачивать энергию как вверх, так вниз. Давайте заглянем в историю. История знает случаи, когда поле битвы, оно так и называлось, поле брани, когда мат использовался для того, чтобы убивать и наиболее эффективно вести сражение. Да? Это история. И в то же самое время, вот сколько я не пыталась найти в истории случаи, чтобы мат использовался на созидании, как-то не принято. А почему? Вот почему, господа? Почему, почему, почему? Кому это невыгодно? Давайте помедитируем на эту тему, господа. Есть о чем подумать? С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. И не ждите готовых ответов. И не ждите готовых решений. Я делаю эти ролики для того, чтобы вы думали. Голова нужна не только для того, чтобы в нее есть. В нее надо думать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова